Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале экзегет, и я священник Иоанн Терауц. Мы с вами продолжаем разбирать, а точнее даже заканчиваем разбирать послание апостола Павла к жителям города Филиппы, а точнее к церкви, находящейся в городе Филиппы. Это очень нежное, очень дружеское послание апостола Павла, отличающееся радостным настроем, благопожеланием и отсутствием острых тем, которые присутствуют в ряде других посланий. Последнюю главу, четвертую, мы с вами сможем разделить на три части. Со 2 по 10 стих, далее с 10 стиха непосредственно по 20, включительно, и с 21 будут уже последние приветствия. Первая часть — это апостольские наставления, далее это благодарение филиппийской общины за помощь материального апостола Павла и их участия в его миссионерском труде, и в конце уже некие благопожелания и наставления апостольские приветствия, которые заканчивают это послание. Апостол Павел обращается к братьям, находящимся в филиппийской общине следующим образом. «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Явно на основании этого стиха и ряда других мест данного письма, что апостол Павел очень с большой теплотой относится к своим посумам. Вот апостольские наставления, начинающиеся со 2 стиха. «Умоляю Еводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Первое касается какой-то ссоры, о которой здесь нет речи, между Еводией и Сентихией. О каком сотруднике здесь идет речь? Скорее всего, о Епофродите, который доставит это послание и придет вместе с ним. Соответственно, для Еводии и Сентихии это будет знамение и означать то, что апостол Павел уполномочил своего сотрудника и посланника вмешаться в их спор. С другой стороны, он заботится даже о каких-то некрупных, каких-то ссорах между женщинами, которые действительно бывают. Бывают не только между женщинами, между вообще людьми. И вот апостол Павел к этому уделяет внимание. Далее. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Еще раз напоминаю о том, что это послание называется посланием радости. Здесь достаточно часто употребляется слово «радуйтесь», «радость» и так далее. Апостол Павел здесь обращает внимание на евангельскую парадигму, которую дает Господь наш Иисус Христос. О незаботе, о исключении своей жизни суеты и многозаботливости, о завтрашнем дне. Апостол Павел здесь призывает своих посомых к тому, чтобы они открывали в молитве свои желания пред Богом. И прошение и благодарение открывали перед Богом. И что мир Божественный, который превыше всякого ума, соблюдет сердца во Христе Иисусе. Это Бог соблюдает нас в вере чистого исповедания. И наша с вами молитва не может быть только лишь механической, автоматической, только лишь по молитвословам. На основании данных стихов мы видим с вами, что можем открывать свои желания в той форме, которая нам наиболее близка, пред Отцом Небесным, дабы получить просимое, дабы иметь с Ним общение. И это общение будет сохранять нашу с вами веру и живость наших с вами отношений с Богом. Итак, с 8 по 9 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Снова очень емкое, но достаточно объемное по своему содержанию слово апостола Павла о том, какими должны быть мои помышления, какими должны быть мои чувствования, что я должен мыслить, каким должен быть, может быть, христианин, насколько он может быть велик, насколько он может быть интересен и насколько он уподобляется Богу. Дальше с 10 стиха начинается благодарение филиппийцам о том, что они помогали апостолу Павлу. Давайте с вами почитаем текст и дадим несколько комментариев. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе». Обратим внимание, что филиппийцы старались помогать финансово апостолу Павлу. Судя по данному тексту, в какой-то определенный момент обстоятельства их внешней жизни не благоприятствовали этой помощи, но они снова ее начали. Как иногда сложно начать добродетель, которая по тем или иным обстоятельствам была поставлена на паузу. Скорее, она совершенно может исчезнуть из нашей жизни, если мы не приложим максимальные усилия. Далее апостол Павел говорит прекрасную вещь. Он привык и научился быть довольным тем, что у него есть, то, чего нам так часто не хватает. Он преодолел эту проблему или болезнь, которую болеет все человечество. Он умеет жить и в скудости, и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Обратим здесь внимание на то, что обилие и достаток не являются греховными. Они являются некоторыми обстоятельствами в жизни, которые случаются, и нужно уметь жить и в этом состоянии, и в недостатке. Почему уметь? Ведь, скажете вы, и справедливо заметите, что ж тут уметь, когда у тебя достаток? На самом деле это очень тоже большое испытание для нашей с вами жизни. Многие люди не имеют, именно потому что не умеют жить в этом состоянии. Господь не дает им больше, чем они смогут понести. Уметь жить в изобилии, не возносясь, уметь жить в изобилии, не присыщаясь и оставаясь свободным. Вот одно из важных критериев в жизни христианина. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовестования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. «Я получил все избыточество, я доволен, получив от Ипофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе, Христом Иисусом Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Здесь апостол Павел выдвигает интересный формат отношения к какому-либо подаянию и к какой-либо благотворительности, что он радуется не самому подаянию, сколько тому плоду, который вызвал это подаяние. Что это значит? Когда человек приходит ко Христу, и когда он старается раздавать имеющееся у него, делиться с другими, да, он не забывает о своих ближних, не забывает о своих братьях. Самое главное, он учится быть жертвенным. То, что не всегда вшито в нашу с вами жизнь. Иногда мы привыкаем жить в эгоистическом таком формате, стиле, когда все идет только мне. Но, оказывается, для достижения счастья, для достижения удовлетворения необходимо уметь делиться, необходимо уметь кому-то помогать. Это важное качество. В некоторых народах популяризируется, в некоторых народах является чем-то из ряда вон выходящим. Но для христианина, как для человека, который является частью народа Божия, тела Иисуса Христа, это должно быть ему свойственно. И, конечно, я желаю всем нашим слушателям приобретать данное ощущение, чтобы чувствовать себя полезными, чувствовать себя в этом мире самой нужной частью, чувствовать себя важным и нужным. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе, приветствуют вас, находящиеся со мной братья, приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Это конечное завершение послания, это постскриптум, где апостол Павел передает приветствие, передает благопожелания, «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе». Почему святого? Ведь мы с вами говорим, ну какие мы святые, мы грешники. На самом деле все христиане святы своей принадлежностью к телу Иисуса Христа, которая есть Церковь Его. Поэтому действительно все христиане святы. На это стоит обратить внимание и, соответственно, действовать в рамках этого ведения. Далее. «Приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома». Что за Кесарев дом? Представьте себе, что во время уз апостола Павла в Риме уже и некоторые приближенные императора, соответственно, были вовлечены активным образом в христианскую общину, то есть были ее частью. Возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем с вами разбор послания к филиппийцам. И я желаю всем нам тех даров благодатных, которые апостол Павел желает своим адресатам. Я желаю всем нам заинтересоваться этим добрым и любвеобильным посланием и, прочитав его, ощутить всю нежность и дружественность апостола. Храни вас и Господь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok